И еще раз главной теме выпуска – празднику мужества и патриотизма. Сегодня в Чебоксарах чествовали защитников Отечества. С грядущим праздником ветеранов и кадровых военных поздравил Михаил Игнатьев. При полном параде в форме и с наградами. В зале ветераны и молодежь. У каждого, вне зависимости от возраста, своя история служения Родине. Геннадий Мукин проходил службу на Севере в авиационном полку. Выполнял сложнейшие боевые задачи. После этого пригласили на службу Ставропольской высшей авиационной училищи летчиков и штурманов. Где я там прослужил 20 лет. Обучал курсантов штурманов в боевом управлении. Сейчас, конечно, армия другая совсем. Мне в то время было. Сейчас более могущественной стало и в отношении техники, и воспитания молодого поколения. Несмотря на возраст и боевые раны, День защитника Отечества для ветеранов – главный праздник. Они вспоминают своих товарищей, путь которой каждый из них прошел. Безусловно, возможности современной армии трудно переоценить. Все больше и больше молодых людей мечтают стать защитниками Отечества. Вы видите через экраны, да и чувствуете, ощущаете, насколько сегодня наша любимая Российская Федерация стала мощным, сильным государством. Доверие граждан к военным выросло намного. По сравнению с тем, что было 20 лет назад. Отличившимся военнослужащим глава Чувашии вручил наручные часы с символикой республики. Среди них Николай Семенов. Для нас 23 февраля, как офицеру, прослужившему более 20 лет, это праздник День защитника Отечества. Но нынче мы отмечаем как 100 лет рабочей крестьянской Красной Армии и флота. Поэтому мы с большим воодушевлением, с большой радостью встречаем этот праздник. Сильные, смелые, грамотные. Такими видят будущих воинов профессиональные военные. В будущие армии они смотрят с уверенностью. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика.